Построить жилой дом мало, нужно благоустроить территорию вокруг него. Именно такие требования оговаривает мэрия, выделяя застройщикам землю в центре города. На улице Наумова полным ходом идет стройка жилых высоток. Готова пока одна, а будет таких четыре. Вокруг зеленая зона, вид из окон на уводь. Застройщик за свой счет сделал пешеходные велодорожки. В будущем они соединят жилой комплекс с Соковским мостом. Будет здесь и зона отдыха, клумбы, лавочки. Планируют высадить деревья. Породы непременно согласуют с управлением благоустройства городской мэрии. Со двора будет сделана парковка большая. Она будет выполнена из эко-парковки. Это железобетонное изделие, через которое будет произрастать трава. То есть это будет и зеленая зона, и также зона для размещения автотранспорта. Будет сделана детская площадка, площадка для отдыха. Вот уже часть элементов покрытия детской площадки мы пробно для себя уложили. Это будет резиновое покрытие, чтобы травма безопасная. Эта часть набережной пока совершенно не благоустроена. Хотя и на нее власти делают ставку. В будущем планируется превратить набережную уводи в прогулочную зону, как в крупных городах-соседях. В нескольких метрах от жилого комплекса располагается точка конфлюенции, место, в котором пересекаются параллели и меридианы. Его также необходимо оформить, возможность сделать достопримечательным местом. Самая большая проблема это все-таки у нас река и именно ее русло, потому что объект это федеральные деньги. Мы как муниципалитет тратить на это не можем. Соответственно, это является такой проблемой, которую мы планируем решать, обращаясь и к губернатору, правительству Ивановской области, чтобы нас поддержали и включили чистку русла реки в федеральную программу. В следующем году на этом участке между домами на улице Наумова и комплексом Шереметьевская миля будет построена автодорога за счет средств федерального бюджета. Можно сказать, преображение Тихого центра только началось.